Казахстан 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 Гренландии и Антарктиды. После этого ученые с помощью компьютерного моделирования рассчитали при различных уровнях потепления, сколько ледников исчезнут, сколько триллионов тонн льда растают и к какому подъему уровня моря это приведет. В настоящее время мир движется к повышению средней температуры воздуха на 2,9 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это означает, что к 2100 году будет потеряно 32% мировой ледниковой массы или 48,5 триллионов тонн льда, заявил ведущий автор исследования Дэвид Роунс. Кроме того, ученые сделали вывод, что до 68% ледников исчезнут. Это приведет к тому, что уровень моря повысится на 11,5 сантиметров в дополнение к тому, что объем морей уже становится больше из-за таяния ледниковых щитов и потепления воды. Прогнозируемая потеря льда к 2100 году приблизится к 64 триллионам тонн. В зависимости от того, как сильно потеплеет земной шар и сколько угля, нефти и газа будет сжигаться, говорится в исследовании.